Так, ну что, ребят, всем привет, сегодня рассмотрим новости по поводу Ripple XRP и Binance у нас объявила награду в XRP для пользователей и, соответственно, которые участвуют в курсах учись и зарабатывай пройдя онлайн викторину, начиная с 24 августа период проведения получается с 24 по 30 августа 9 по UTC, это получается плюс 3 часа 12.00 по Киеву и Москве и, получается, все пользователи, которые прошли проверку KYC, ну, верификацию могут начать читать статьи и смотреть видео в любое время а также проходить викторины с 24 августа, пока есть запасы токенов у соответствующих пользователей будет шанс получить заранее определенное количество XRP, LSK и монеты BitTorrent, новая версия, BTTC или токенов от других проектов в зависимости от курса или теста, которые они завершат каждый курс можно пройти только один раз и каждый пользователь имеет право на получение более одной награды за проведенный курс как мы недавно сообщали, Binance DeFi Staking добавила в поддержку XRP Binance DeFi Staking, я напоминаю, это сверхвысокорисковая тема а здесь рисков никаких нету по сути прибыльный и надежный проект для получения высокого дохода от инвестиций это Amolix.io под данным проектом работает настоящая команда из высококлассных трейдеров с высоким показателем доходности и хорошим риск-менеджментом многие знакомые лично удостоверились качестве и высокой эффективности данных ребят получая хорошую ежемесячную прибыль от инвестиций в данный проект можно много говорить об эффективности работы данных трейдеров но лучше лично удостовериться в качестве их работы Начиная с минимальной суммы инвестиций, дабы лично удостовериться высокой прибыли данного проекта Ссылка на проект в описании под роликом Просто проходите, получаете награду как за стейкинг, считай Что позволяет пользователям ставить свои XRP и зарабатывать до 1,40% годовых в виде вознаграждения Ну вы скажете, так процент типа небольшой Небольшой это небольшой, но я потерял тоже здесь бабки Я потерял где-то 200-300 долларов, то есть не так много Но я на свободную сумму зашел как раз по играться И понял, что по итогу, если рынок падает, то ты бабки свои потеряешь И никто тебе ничего не вернет Binance также объявила о добавлении XRP в качестве платежного средства с картой Binance Card Что сделало ее более доступной, более чем 60 миллионов продавцов по всему миру Благодаря этой интеграции По поводу, соответственно, вот этой вот акции Я думаю, ну кто захочет, я оставлю отдельную статью Но основные моменты вы поняли То есть можно, те, кто прошли KYC И получается, пользователи не смогут участвовать в этой деятельности После распределения всех вознаграждений Награды BTTC доступны только пользователям, которые никогда не подписывались на продукты Locked Staking до 24 августа Вознаграждения BTTC будут автоматически размещаться в течение 150 дней В течение которых смогут получать до 100% годовых Вот это интересный тоже момент Поэтому имейте это тоже в виду Вот, по поводу XRP Ledger У нас самый активный проект интегрирует первую в истории блокчейн-агру с механикой ставок И модульная экосистема основана на XRP Ledger OnXRP объявила об интеграции своего проекта Играй, чтобы заработать Ну, play to earn Получается, игра малодроиц в блокчейн XRP Ledger У нас, кроме того, команда OnXRP объявила, что игра, напоминающая популярную аккадную игру Fall Guys Полностью функциональна, но отметила, что она будет запущена позже, как оно и было запланировано Интегрирован в XRP Ledger и полностью функционален Утилита для OXP находится здесь Матчи над ставками, play to win с транзакциями по цепочке Первая в истории игра интегрированная с блокчейном с механикой ставок на XRP Ledger И мы все еще работаем по графику над запуском OnXRP.com И предполагается, что малодроиц станет первой игрой интегрирован в блокчейн с механикой ставок И Fall Guys игроки сражаются практически ни за что Но в малодроиц на карту будут поставлены как XRP, так и OXP, нативный токен OnXRP Перед началом каждой игры игроки смогут застейкать, вернее должны застейкать свои XRP и OXP А затем тот, кто первым пересечет финишную черту, получит приз Кроме того, OnXRP ранее объявила о партнерстве с крупным лейблом Что также может повысить осведомленность малодроиц в экосистеме в целом И размер аудитории такой игры может измеряться десятками миллионов человек С этой точки зрения OnXRP есть хорошие шансы Помимо того, что нарративом для малодроиц является уже популярная игра Fall Guys Сам проект построен на XRP Ledger, который выступает прочным фундаментом Тоже хорошая новость Распределение токена Flare у нас получается Кранитель это идет еще с ноября 2019 года Но если найти даты, нужно было хранить получается свои монеты XRP Там 12 декабря 2020 года И соответственно там 25 миллиардов пойдут компании 20 миллиардов пойдут в фон Flare Foundation И наконец 12 миллиардов будут распределены в пул вознаграждений Предназначены для минтеров активов Исключая FLT C там какой-то Потому что пул в 5 миллиардов специально предназначается майнером Вот и составляет 38 миллиардов из-за того, что XRP хранился на неучаствующих биржах В течение периода моментального снимка FLR не был востребован к 11 июня 2021 года на кошельках с самостоятельным хранением Хотя невостребанный FLR изначально предназначался для сжигания Ну и вот написано, что первоначальное распределение 100 миллиардов токенов У нас предварительно от чеканинных будет происходить в течение 2-3 лет При этом первые 15% будут разблокированы при запуске Airdrop Spark будет распределяться между Flare Limited, Flare Foundation, держателями XRP Имеющими право и двумя назначенными пулами вознаграждений за чеканку F-актива Начальная загрузка ликвидности и вариантов использования для различных заинтересованных сторон Диверсифицирует базу участников сети и, как мы надеемся, будет способствовать принятию частью при запуске Ну, короче, пока точно их дать нету, но, как бы говорят, ближайшие 2-3 года Ну и то, как бы, понимаете, сколько он будет стоить, вопрос И, может быть, он будет стоить сущие копейки, поэтому имейте это в виду Также у нас рыночная капитализация упала ниже 1 триллиона Но, опять же таки, ребят, капитализация это что? Это цена умножена на количество монет, всех монет, которые есть на CoinMarketCup Поэтому учитывайте, что это просто цена упала, а не капитализация Вот и все, это не значит, что бабки утекли Ну, какие-то утекли, но это не значит, что настолько много, насколько нас пугают И, соответственно, у нас из новостей цифры вполне реальны У нас говорят, что то, что на текущем этапе уже ждут новых минимумов продолжительного флета Как бы это было в предыдущий цикл Уже более 70% прогнозов по крипторинку высказываются за то, что до конца этого года Биткоин может упасть здесь 12 тысяч Но если большинство высказывается, что может упасть, скорее всего, и не упадет Понимаете, имейте это в виду Вот если толпа этого ждет, ну, либо если упадет, то, скорее всего, либо ниже Либо выше этих отметок, да, на те же там 14-15 и улетит Либо, соответственно, нагонят такого негатива, если мы будем на этих отметках болтаться То люди не захотят покупать просто Вот, либо у них денег не останется Поэтому говорят, что эти цифры реальны Поскольку недавний рост происходил на чистом оптимизме И веря в рост, ну, на жадности, я бы сказал бы Экономика продолжает входить в штопор Сейчас пришло отрезление, и таких ожиданий нет Ну, естественно, никто покупать не хочет Все хотят купить по 25, а по 20 тысяч никто покупать не хочет уже В отличие от США, инфляция в ЕС бьет рекорды Находятся на самом высоком уровне за 40 лет При этом просто повысить ставку, ну, как бы, центральный банк не может Так как это может привести к дефолту Франции, Испании, Греции и Италии В не так давнее время, отделившись от ЕС в Великобритании Инфляция за июль составила выше 10% Такое значение не было несколько десятков лет Сегодня центральный банк Германии заявил, что рецессия близкого Рея инфляции в Германии может достичь 10% Ну, о чем я говорил, скорее всего, рецессия может у нас настичь И из-за этого рынки криптовалюты и фондовый рынок очень могут жестко упасть И такого уровня инфляции не было со времен Второй мировой ФРС намерена продолжать повышать базовую процентную ставку Пока власти не зафиксируют существенное снижение уровня инфляции в стране Следующее повышение ставки у нас, я напоминаю, в США 21 сентября у нас будет, ФРС выйдет и скажет, что у нас И плюс, я напоминаю, 26 августа у нас данные по инфляции будут в США Что там все-таки у нас происходит? Повысилось, понизилось, либо на месте стоит ФРС намерена продолжать повышать базовую ставку И, соответственно, однако, пока непонятно, будет ли повышение на 75, 50, а может даже 25 базовых пунктов А может даже на 100, имейте это в виду Ну, в прошлый раз на 75 повысили В том, что инфляция может сохраниться высокой Указывает продолжающийся энергетический кризис И ее раскручивание происходит из-за таких высоких цен на газ и электричество В Китае вполне возможен крах крупнейших девелоперов Ну, различных там поставщиков, да А показатели ВВП показывают темпы, при которых дефолт КНР становится реальностью Ну и плюс ВВП у нас херовое, отрицательное, в том числе в США, напоминаю Фондовые индексы также развернулись вниз и демонстрируют падение Он чейн данные из положительного теперь Показывает, что майнеры биткоина вышли из периода капитуляции Который длился более двух месяцев Вот это очень важно, кстати А скорость хеширования начинает восстанавливаться На основе, да, при том, что рынок падает Интересный момент Который длился более двух месяцев Восстанавливается на основе данных индикатора Лента сложности, можно сказать, что период капитуляции Биткоинов, майнеров, пройден Что считается отличным сигналом к покупке Ну, опять же, я все еще сейчас скажу на графике Хороший, либо нехороший Никаких отметок я жду Последняя фаза капитуляции Это третья по продолжительности в истории 71 день, она дольше, чем в 2021 году Но она 2 дня короче, чем показатели 2018 года Компания GlassNote сообщила, что Текущий совокупный баланс на бирже За которыми она следит 22 августа достиг 4-летнего минимума За 4 дня пользователи сняли со своих счетов Более 30 тысяч биткоинов И важное еще событие Начинающаяся неделя будет оставаться волатильной Хотя говорят, отличный момент для покупки Но будет оставаться волатильной Но так когда волатильность, надо наоборот Ни хера не делать и не лезть в рынок На этой неделе все внимание опять будет приковано к ФРС Банковские деятели со всего мира ФРС встретится на ежегодном симпозиуме в Джексон Хоуле 25-го до 26-го августа Ой, 27-го И напоминаю, 26-го августа у нас данные по инфляции, ребят Инфляция под юрисдикцией ФРС И, соответственно, по-видимому начала снижаться В то время как в других странах ситуация обратная Ну, снизилась она всего лишь там на 0,2% Поэтому это несущественно, я считаю Также инвесторы будут ждать данные по американской статистике Которую вторую оценку ВВП за второй квартал 25-го августа Ну, вот ВВП у нас выйдут, я еще не знал Данные 25-го августа и 26-го августа Данные по инфляции Ну, я считаю, надо ждать 26-го числа И не рипаться до этого момента То есть еще 3 дня Она окажет сильное влияние на рынке Если будет сильно пересмотрена в сравнении с первой оценкой Ну, потому что от этих данных будет уже отталкиваться У нас что ВВП, что инфляция Какую процентную ставку примут Ребят, еще один интересный момент по поводу XRP Смотрите, где он у нас применяется Где самый большой интерес у нас Смотрите, в США совпадение Да, при том, что они якобы его топят Да, там говорят, суд сектам, мы его засудим Ну, это за 21-й год статистика Ну, давайте даже за 20-й глянем Вот, особо ничего не поменялось То есть добавились некоторые страны Даже, не, в некоторых странах даже он ушел Где-то в Африке ушел И, получается, вот здесь у нас Не показывает, что это Ну, короче, какие-то острова там В общем, Северная Америка Там Канада у нас, получается, Штаты Мексика Получается, Южная Америка Тоже Аргентина, там Бразилия Все дела Южная Африка, Нигерия Страны Европы практически все Россия, там Украина Все страны СНГ Швеция, там Польша Румыния Саудовская Аравия Иран Пакистан Индия Что еще здесь у нас Получается Объединенные Арабские Эмираты Также Австралия Также, получается, Новая Зеландия И Япония Южная Корея Я думаю, с этим понятно Ну, очень тоже интересная статистика Поэтому, якобы, они топят XRP Но, по итогу, везде он здесь применяется Забавно, да? Вот, поэтому, ну Я и жарю Это просто цирк для нас С СЕК, да и все Поэтому, ребят Смотрите, ну, на текущем этапе Как мы видим Да, это все выкупается Но это все до задницы Смотрите, вот здесь мы пробиваем Вот этот уровень Ну, в крайнем случае, вот этот И, получается, мы дальше летим За ликвидациями Вплоть, которые у нас еще Вот здесь вот находятся Там и так далее Ну, и плюс вот здесь они, видите Здесь соберут Здесь соберут И потом вот здесь Поэтому я все-таки подождал бы Снижение до Как минимум 30 центов А то и 28 Потому что, ребят Если биток все-таки Польется ниже там То я ожидал бы Дальнейшего снижения Да, якобы все сейчас Позеленело Но это все абсолютно Без разницы, ребят Потому что в моменте Отскоки какие-то Они в любом случае будут Да, сейчас в моменте Его там выкупили Но, опять же таки Я бы не ориентировался Что мы не сходим Вплоть до 20 и 19 тысяч долларов В моменте выкупили Ну, замечательно Круто Ну, то есть Они могут все что угодно Показывать Как мы видим Тоже пониженные объемы То есть они ж этого не скроют И то же самое Это просто отскоки Кто хочет докупаться сейчас Ребят, ваше право Я не настаиваю Что моя точка зрения Истина в последней инстанции Но все-таки я считаю Финальная капитуляция И с учетом того Что у нас кризис Грядет в Европе Очень жесткий И уже сказали Что он начался В той же Германии Там и в других странах Плюс в США Говорит Байден Что якобы кризиса нихера нету А мы видим Что кризис настал Ну, ждем данных 25-26 числа По инфляции И будет уже понятно Продолжается ли кризис Либо они будут Искусственно сдерживать Еще там несколько лет Или там полгода Поэтому Или там несколько месяцев Глянем Вот И от этого уже будем отталкиваться Поэтому до этого времени Я считаю Рыбаться вообще нет смысла Пускай там даже Если будет отскок Куда-то сюда Там Либо хоть до 30 тысяч Мне похер То есть я лучше дождусь данных И буду смотреть Что в мире будет происходить Потому что Если польется фонда То польется соответственно и крипта Потому что люди будут думать О, блин Сейчас если кризис Надо затянуть пояса потуже А зная что большинство людей Заходят не на свободные бабки То они крипту Что будут делать Конечно же сливать А мы благополучно будем Потом закупать На более низких отметках Опять же таки Я не жду Дна чтобы закупиться Один раз Я об этом упоминал Я закупаюсь частями Кто хочет Закупайте сейчас Если у вас есть фиат И вы готовы докупиться Потом и здесь И ниже еще И по 15 И по 10 И по 5 тысяч долларов Без проблем Ребят Ну у вас должен быть запас фиата На этот случай тоже То есть вы должны Ты не угадаешь Нужно готовым быть Ко всем сценариям Понимаете Либо если будет кризис И мы провалимся еще ниже Либо мы стартанем с этих отметок Там к примеру Условных Там с 19 С 20 Либо с 21 С 21 тысячи Вот Поэтому такие вот Мысли Такие дела Проект в котором Можно зарабатывать Высокую прибыль И который не только словом Но и делом Доказал свою надежность И высокую прибыль От инвестиций Это amolix.io Ссылка на проект В описании под роликом Продолжение следует...